Всем привет! Сегодняшнее видео о роботах, раз уж мой канал о технике. Я думаю, роботов мы не должны тоже забывать. В нашей стране о роботах, я думаю, в основном мы слышим только из первого канала новостей. О том, что Роскосмос создал очередную какую-то странную вещь, которая потом, как выясняется, не работает. Ну и очередной раз просто-напросто разграбили бюджет нашей страны и все. Вот это как раз, я думаю, полезно будет посмотреть тем же чиновникам вообще, как в жизни можно использовать роботов. Я снимаю это видео на корабле «Симфония». Я думаю, те, кто интересуется круизами, знают, что это достаточно известный и сейчас самый крупный пассажирский лайнер. В общем, я начал снимать как раз именно с загрузки вот этой вот роботизированной станции напитками. В общем, смысл в том, что здесь стоит бар, и бармен не человек, а бармен-робот. В принципе, достаточно удобная тема. Я думаю, что на таком огромном круизном лайнере нужно очень и очень немало держать людей, которые бы смешивали напитки. Но решили, я так понимаю, американцы попробовать все это дело роботизировать. Но, естественно, вот это все сами загрузки, обслуживание, это делает человек. И мало того, что здесь стоит один консультант всегда находится, по той простой причине, что даже и в Америке люди не особенно просвещенные, как вообще пользоваться всем этим. Тем более, в круизах, как правило, путешествуют люди взрослые. Поэтому, естественно, так же, как у нас в Сбербанке стоит консультант и помогают у балакомата взрослым людям, здесь примерно то же самое происходит в этом баре. Но само по себе зрелище достаточно фееричное. Сейчас мы попробуем заказать напиток. Ну и, собственно говоря, как все это происходит, я вам покажу. Потому что в Ютюбе каких-либо таких прям супер роликов я не нашел в свое время перед тем, как покупать круиз. Именно искал по такому поиску именно корабль с барменом-роботом. Ну, в общем, так начинается все мероприятие. У каждого путешествующего есть своя карточка. Это и его документ, это и его кредитка. То есть, все в этой карте. Ну, вы просто прислоняете ее к планшету, вводите номер там своей комнаты, свой пароль. Ну, и все начинается. Вот такой вот появляется стаканчик. Там есть вариант выбора каких-то заготовленных напитков. Есть вариант выбора безалкогольных напитков, соответственно, алкогольных напитков. Ну, в общем, полный набор. Скажу вам, что коктейли, в принципе, стоят там от 3 до 15 долларов. Ну, в зависимости от сложности его исполнения и количества ингредиентов. Но вот сейчас как раз вам показываю список, что здесь можно взять. Ну, интересная такая тема, что когда ты себе берешь коктейль, ты можешь его взять стандартный, готовый. Вот как здесь сейчас все это дело происходит. Либо просто создать свой и ингредиенты добавлять по своему усмотрению. То есть, сколько вам сока, сколько вам колы, сколько минералки и т.д. и т.п. Вот сейчас как раз этим занимаемся. Но тут как бы самое интересное, это именно процесс самого производства напитка, нежели чем вот этой сборки. Но, тем не менее, я вам показываю. Вот здесь можно как раз вы видите, из чего состоит, например, коктейль. И именно в пропорциях. Ну, и достаточно понятийно это сделано. Все просто. Но за исключением того, что меню, конечно же, только на английском. Но я думаю, возможно, лет через 300 у нас в России это тоже будет. Ну, и тогда мы уже какой-нибудь поделкой Роснано, либо каким-то похожим организациям будем радоваться. Ну, дожить бы до этого времени было бы здорово. Ну, видите, вот сейчас коктейльчик как бы так скалькулировали, собрали, он обошелся бы в 12 долларов. Ну, не дешевое развлечение, но по ценам Москвы в обычном клубе стоит, так как коктейль 100, собственно, и стоит там 500-800 рублей. Ну, в зависимости, соответственно, от его сложности. Ну, процесс практически подходит к завершению. Я тут все варианты показываю, что можно собрать. Ну, тому, кому интересно, в замедленном виде, смотрите, ну, вот у нас процесс завершился, напиток собран, теперь самое интересное. Вот как раз консультант, о котором я говорил, вот она указывает, собственно, смотрите туда и подходите к стойке. Ну, подходишь к стойке, вот как я сейчас делаю, и наблюдаешь за тем, что сейчас происходит. Вот вы видите полностью роботизирован процесс, вот из всего миллиарда бутылок он выбирает то, что нужно, соответственно, в нужных пропорциях все наливает. Сейчас, я так понимаю, он наполняет лед. В Америке, я заметил, все напитки идут со льдом, неважно вообще, что это, от кофе до коктейлей, либо просто вода. Нам немного это непривычно, потому что обычную воду мы не привыкли пить, большей частью состоящей изо льда, потому что, во-первых, у нас климатические зоны, как правило, этому не соответствуют. Во-вторых, это просто вредно для желудка. Но, видите, роботы трудятся, и трудятся достаточно активно. В принципе, мне кажется, что по времени, ну, скорее всего, наверное, чуть быстрее, чем профессиональный бармен. Но, опять же, на робот один раз денег потратил, и больше их просто не тратишь. Ну, вот вы видите, все он сделал, теперь он наливает вам стакан. Сейчас он еще ее встряхнет, все по-честному, ни одна капля не пропадет, как бы не уйдет на сторону. Ну, вот, и интересный момент, нужно будет приложить карточку, чтобы вот этот ваш стаканчик к вам приехал. Ну, в наше ковидное время, в принципе, опять же, такой интересный момент. Нету контакта с человеком, все делает машина. Ну, и именно по качеству, я как бы не гурман и вообще не ценитель таких вещей, но мне кажется, качество весьма себе опосредственно, очень много сахара, но, тем не менее, вот вы видите, процесс удалось завершить до конца, все удачно. Ну, на этом пока все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте видео, ну, и обсудим, для чего еще нужны роботы в жизни. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok